Ну, дешёвая женщина, скажем так. Всё будет хорошо. Ну вот чем она вам не пришла? Ну, всем. Можно это не снимать? Я Лариса Гузеева, это «Давай поженимся», добрый вечер. Сегодня у нас невеста Екатерина, Ольга и Елена. А жених у нас Константин. Здравствуйте. Мы вам рады. Походите, пожалуйста. Спасибо. Константин. 43 года. Отменил свадьбу с возлюбленной, узнав о тайне, которую она хранила на протяжении двух лет. Константин – успешный адвокат, президент коллегии адвокатов. Гордится выигранными делами. Играет в большой теннис и много путешествует. Предупреждает, что на отдых всегда берёт с собой маму. Мечтает о сыне. Константина не привлекают отчаянные карьеристки и женщины с детьми. Женится на образованной, ухоженной красавице из хорошей семьи, которая сможет грамотно управлять домашним персоналом, но при этом не постесняется встать к плите или убраться в квартире. Такую же, такую страшную тайну хранила ваша невеста, что вы даже раздумали жениться на ней. Была у меня такая весёлая история в жизни, когда я познакомился с девушкой неземной красоты. Мы друг друга, ну, наверное, любили, как я полагаю. Константин – очень серьёзный мужчина. Уверенный в себе. Спокойный. Мы прожили вместе более двух лет, а по истечении двухлетнего срока мне стало известно, что у неё есть ребёнок от первого брака, которого она от меня прятала. Мало того, которому столько лет ровно, сколько вы с ней прожили. То есть она буквально, родив, оказалась в ваших объятиях. Да. Когда бывает, мужчина скрывает наличие детей? Наличие жены мужчине легче скрыть. А вот когда женщина скрывает наличие ребёнка, как же она тогда, какая она мама? Скажите, а чем же вы её так напугали, что она вам эту страшную тайну боялась раскрыть? Может быть, если вы каждый день говорили, какое счастье, что ты бездетная, что у тебя нет денег, какое счастье, как мне повезло. Потому что до этого была такая же прекрасная Люся, но у неё был ребёнок, вот я на ней не женился. А ты какая вот всё-таки ты у меня прекрасная. Я не думаю, что я её чем-то пугал. Нет, вряд ли. Это был её выбор, это было её решение. Нет, так просто не бывает. Вот если бы всё у вас было хорошо, вы бы говорили, вот ещё в ребёночка, вот был бы у тебя ребёнок уже, кстати, готовенький, я был бы счастлив. Она бы сказала, так у меня есть, пожалуйста. Раз его так, из-под стола. Серьёзный мужчина, на самом деле. Да, с принципами. Очень сдержанный. А как узнали, кстати? Она, собственно говоря, и сказала. Ну как вот, просыпаетесь, ни сном, ни духом. Всё как прежде, всё прекрасно. Она готовит завтрак и говорит, ну, кстати, Костяна, а у меня ребёнок. Два года. Примерно так всё и было. Мы стали обсуждать вопрос о регистрации наших отношений. И она мне об этом рассказала. что ребёнок весь период времени проживал с родителями. У неё, кстати, очень хорошая, милая семья. Я тепло относился и к маме, и к папе. А родители тоже не говорили никогда, не намекали? Вы же с ними были знакомы. Нет, они помогали. Когда мы приезжали к ним в гости, они ребёнка вспоминали бабушке. А ребёнок здоров? Да. Я сейчас вот рисую задание, которое предоставила нам любезную передачу «Давай поженимся». Я надеюсь, Василиса Володина откроет нам какие-то секреты. И вот прямо разом всё по-живому. Вот как она сообщила, вы тут же с ней и расстались. В течение недели мы расстались. За неделю расстался с ней окончательно. То есть всё то, что их связывало эти два года, и вот эта ложь перечеркнула всё у неё. А по телу, по фигуре не было никак, да, заметно, что она рожавшая? Нет, по фигуре-то уж совершенно точно не было никак заметно. Она была танцовщица из одного из московских клубов. Она была в шикарной форме, поэтому по телу никак заметно не было. А, он по клубам ходит. А ты что хотела? Я, честно говоря, не очень люблю ходить по клубам. И, ну, не знаю, может быть, это была случайная встреча? На нём сказался образ холостяка. Вероника, вот вы же были в курсе этой истории. Конечно, вы же родная сестра. Да. Да, не пробовали поговорить, что с женщинами такое вот бывает? Нет, не пробовала, потому что я никогда не поддерживала этот выбор. Почему? Ну, я считаю, что не тот товарищ, который должен быть рядом. Ну, вот с чем она вам не пришлась? Ну, всем. Ну, девушка-танцовщица, пробивающаяся в жизни определённым способом. Каким? Ну, как женщины могут пробиваться? Послушайте, она жила два года с вашим братом. Ну, жила, да. И что? Ну, если можно, я просто не хочу это даже сейчас обсуждать. Нет, нужно, потому что мы же не называем адрес, фамилию, имя. Нет, я понимаю. Просто в моём понимании этот человек даже не заслуживает обсуждения. Нет, а мне это нужно для того, чтобы я вот учла ваши слова, и уже в следующих невестах их целых три будет. Да? Уже смотрела на них где-то и вашими глазами. Ну, дешёвая женщина, скажем так. Мотивы её понятны, почему? Она молчала два года. Конечно, адвокат обратил на неё внимание, у них были отношения, и она хотела выйти замуж. Мне кажется, она сначала просто не сказала, а потом же не смогла. Наверное, она просто недостаточно любила. Давайте тогда сейчас определяемся, какая женщина вам нужна. У вас есть ребёнок шести лет? С половиной. Да, от женщины, которую вы не любили. Просто так получилось, по залёту. Угу. Очень ёмко и правильно, по залёту. Что вы на ней не женитесь, хотели, чтобы она сделала аборт, но она ребёнка оставила. Чему вы сейчас несказанно рады? Безусловно. Здесь тоже ребёнок есть с шести с половиной лет, и на сегодняшний день ей непонятно, поставлена ли точка в истории с той женщиной, которая родила... А на ней почему? Что не хватило до любви? Ну, её не было изначально. Мы познакомились через интернет, на сайте знакомств. Меня, как и любого, наверное, нормального мужчину, привлекли, а, внешние данные, и, б, она являлась человеком из иной социальной среды, нежели моей прежней избранницы. Она тоже адвокат, она кандидат наук. Поэтому меня к ней потянуло. Ну, то есть головой потянуло, а всем остальным... Да, душа осталась где-то там. Скучно? Чужие мы, конфликты постоянные. Из-за чего? Она сильная личность, трудоголик, вся в юриспруденции. Ну, понятно. Да, я точно такой же. А хочется домой приходить, чтобы тишь да гладь, мирно, приятно, сладко, вкусно. Тишь да гладь, благодать, да. Лену отдадим только в сильные руки. Это да. В надежной. Да, чтобы опора. Это еще мы посмотрим. Вы из семьи, где все друг друга любят, правильно? Да. Такая еврейская семья. Аидыша мама, самые лучшие, хорошее образование, мои глазочки, мои губочки, мой самый сладкий, где мои пальчики, что ты будешь кушать, уже вот это все самое-самое. Понятно, да. Хочется такую же жену, правда? Да. Только чтобы при этом была секси, она просто, чтобы вот мозг отлетал, да? Чтобы была красавица невероятная, чтобы родители еще ваши же ею гордились перед всеми, хвастались, какая у нас невеста. Не бывает так. Я очень даже вписываюсь в культуру. Я в синагогу не раз приходила, меня приглашали на еврейский хоккей. Я очень в тесном счастье в еврейской общине. Заметьте, в семье там очень сильно развивается. Сегодня вот синагогу открывают. Но у вас есть много бонусов. У вас престижная профессия. Вы статусный мужчина и не бедный. Это уже так много. Потом вы не урод. То есть нельзя сказать подруге, зато богатый. То есть вы вполне себе ничего. Скажите, пожалуйста, хотелось бы, чтобы она была еврейка? Конечно, хотелось бы. В семье бы хотелось. Хочется, наверное, я так думаю, чтобы приходила домой, думала, было тепло. А вы замужем? Да. То есть все хорошо, один муж? Да. Но русская женщина тоже может дать очень много тепла. Но у меня, кстати, сказать русский муж. А он, кстати, у него написал, только не еврейка. Вот так вот, сестренка. Только не еврейка. Да, вот так, сестренка. Оля, ты не боишься его сестры? Она такая очень категоричная женщина, по-моему. Да нет, я не боюсь. Константин, скажите, пожалуйста, что это у вас за такая семейная традиция с мамой отдыхать? Мама стала вдовой с 98-го года, начиная, когда папа не стала. На сегодняшний день маме 77 лет. Девчонка. Ну, такая девчонка, но уже в годах девчонка. А вы прямо с женой будете? И мама тоже будет? Ну, скажем так, ваша жена будет ездить со свекровью? Не в одном номере. Да мне это вообще все равно. А что тебе? В смысле, что будет сыночка тратить на мамку деньги? Нет, я в смысле... Молодец. В отдельных номерах. Как часто ваша дочка будет присутствовать в жизни уже в новой семье? Ну, на сегодняшний день с матерью моего ребенка есть такая договоренность, что на выходные я ребеночка забираю, выходные он проводит со мной. Константин, а свежих детей хотите? Ну, конечно, да. Конечно. Мне все понятно. Ну, мне тоже понятно. Получается, вам 43. Хорошо, что вы купец со всеми ключами, причем они у вас в квадрате, имеете в виду, по количеству. А вам нужна где-то родная. А женщина... И без детей. И без детей. Если женщина 30, значит, уже что-то там было со здоровьем, потому что если до 30 не родила... Почему? Что почему? Сейчас гигантское количество женщин откладывает рождение детей на после 31-го ребенка. Есть такое понятие, да откладывайте ради бога. Понятие старородящего никто не отменял. Понимаешь, хоть бы медицина куда-куда бы не ушла. Я первого родила в 32, второго в 40. Да, Ларис, я тоже первого в 28, я его вынашивала просто на сохранение. А я даже не помню, как я рожала между съемками. Все индивидуально, розочка. Мила, уже время другое обстоятельство. Все индивидуально. В 25 сегодня рожать неприлично, когда у тебя ни кола, ни два, ничего. Да сейчас, наоборот, без девушек. Чем больше ориентирована уже на запад. После 30-ти, конечно. Какую хотите видеть? Хорошая для меня будет, хорошая для него, и чтобы у них все было хорошо. Нет, у него была танцовщица, вы сказали, что уж была одежа поганая. А хорошо-то не было? По факту. Два года ты в страстях колотился, поэтому... Ну, в страстях, да. Уже надо срезать голову, колотиться. Да, да. Пока смерть не разучит их со своим пецаком, поэтому... Ларис, я расскажу. Нужна умная, смышленая, но не такая, чтобы была умнее Константина. Я не сомневаюсь, что вы к нам пришли не зря. Но что-нибудь либо сегодня в программе произойдет, либо по итогам, потому что вы в таком периоде своей жизни, когда вас новая женская красота интересует. Поэтому сейчас не отказывайтесь, пожалуйста, ни от чего, что вам будет предлагать жизнь в виде девушек. Даже если какая-то из них не вполне соответствует вашим изначальным ожиданиям, может быть. Потому что для вас пришло время меняться, и, может быть, новый женский образ вас затронет больше, чем то, что вы ожидали раньше. Потому что уран аспектирует Венеру, у вас с весны, кстати. Поэтому я вообще, конечно, хотела бы знать. Вы сами искренне, у вас точно нет никаких отношений за последние полгода, не было? Вы пришли к нам свободным? Ну, во-первых, я никогда не говорил, что за последние полгода у меня не было отношений. А секс не повод для знакомства? Нет, это как раз астрологические расчеты это подтвердят. Но я имею в виду отношения серьезных, которых вы обещали бы что-то женщине. Их нет на сегодняшний день. Давайте так. Ну, хорошо, проходите, знакомьтесь. АПЛОДИСМЕНТЫ Константин, добрый вечер. Добрый. Меня зовут Екатерина. Примите этот незатейливый сувенир на память. Надеюсь, он будет не последним. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Екатерина, 33 года. Хозяйка агентства по проведению промо-акций. Гордится своими стихами. Признается, что любит отдыхать с комфортом. Предупреждает, что не ездит в метро. Мечтает о ребенке. Екатерина рассталась с состоятельным женатым любовником ради того, кому испытывала по-настоящему сильное чувство. Но узнав о нем всю правду, поняла, что совершила ошибку. Надеется, что Константин – достойный претендент на роль ее мужа. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, девочки. Здравствуйте. Здравствуйте. Это я понимаю, так на тортике это Роза, Василиса и я. На тортике Роза, вы и Тамара. Потому что, посмотрев последнюю передачу, я увидела Тамару. Прекрасно. Я с большим удовольствием Розе откушу голову. Первая невеста, мне кажется, очень напугана. Ну, вообще она приятная. И партия не очень красивая. Стройная, как любит Константин. Ты там Афа съела? Никто. Молодец. Что вас удерживало рядом с вашим любовником? Мне уже страшно, как Роза откусывает голову. Только деньги или чувства были какие-то, Катя? У меня были только чувства к нему. С ними я познакомилась, когда мне было 22 года. И я только что приехала в Москву. Знали, что женатый? Я о нем не знала ничего. Меня познакомили на мероприятии. И задавать вопросы, женатый человек или не женатый, это несколько неприлично. Тем более, у меня же не было цели сразу выйти замуж. А когда узнали? Через сколько? А вы знаете, мы стали просто дружить. И в процессе общения у нас не было любовных отношений. И в процессе общения они переросли уже в более близкие. А сколько дружили? Ну, где-то в полгода. У меня на самом деле табу по поводу женатых мужчин и брака. Гражданского. Гражданского. Ну, конечно. Вот тогда он вам сказал, я тебе ничего дать не могу, потому что я женат, кроме как отношения. Любовники. Друзья-любовники. И ты можешь сама смело выбирать себе друга и искать себе личную жизнь. Непорядочный человек. Даже если у кого-то есть подобные истории. Если ты их на глазку выводишь. Возможно, но это история жизни. Почему она должна скрывать историю своей жизни? И вот когда вы встретили следующего своего мужчину, влюбились? Я сразу влюбилась. В секунду. Просто моментально. И я поняла, что это тот человек, от которого у меня дрожат колени. От которого у меня до сих пор, может быть, там, какие-то воспоминания, ну, мурашки идут по телу. И с ним я была пять лет. До того момента, пока его супруга не перечитала нашу переписку. Случайно не были удалены сообщения, случайно не были удалены какие-то смс-фотографии. Она мне позвонила, это было еще зимой. Мы с ней встретились и поговорили в кафе. Мы встретились в кафе. Мы много часов с ней присидели. Как можно вот с мужчиной? По ним же заметно, что вот он пришел от женщины, женатой. Они пахнут по-другому, выглядят по-другому. Ларис, вы... Они едят по-другому. Когда вы любите человека, вы стараетесь... Тогда тем более ты уже на второй минуте понимаешь, что там что-то не так. Катя, ну я считаю, что пять лет встреч с женатым мужчиной, который не сделал выбор в пользу этой женщины, это просто огромный самообман. Катярина, детей у вас нет? Детей у меня нет. Это и было основным камнем преткновения, потому что в 2013 году я вернулась от сестры. У меня сестра жила на Мальсе. Я отдыхала и приехала. Просто полная сил, желания и эмоций. Я сказала, я хочу ребенка. Это был сентябрь 2013 года. Вы подписали себе приговор этим, хочу, да? Да. То есть вы прямо вот готовы, готовы? Я всегда с подругами спросила. Они меня прощают. Катярина, а вы сами откуда? Я из республики Мордовия. Ага, а давно приехали в Москву? В 2004 году, 11,5 лет назад. Ну я считаю, что женщина, которая идет в любовницу, она себя не ценит. Да, женщина, которая соглашается на роль второй, там у нее цена. У вас есть три бонуса. Свидание наедине, скелет в шкафу и семейная традиция. Скелет. Я даже не хочу думать. Про что там? Боже, что это? И что это? Вы знаете, это не закрытая дверь, до конца не закрытая дверь в моей прошлой жизни. Есть хорошее такое выражение. Мне холодно, не стой на пороге. Либо закрой дверь и войди, либо останься там. Вы хотите сказать, что с вашим возлюбленным у вас еще не все закончилось? Они, отношения, как отношения полноценные, они прекращены. Но поздравления с праздниками, какие-то созвоны и как дела, привет, вообще как ты живешь, конечно, продолжается. Я знаю, что он вас сегодня ждет у Останкина. Он приехал вместе с вами. Нет, конечно. В беседовании он приезжал, сидел прямо и ждал ее. На самом деле, тем фактом, что тот мужчина ждал ее около Останкина, конечно, проиграла. Я бы ее не выбрала, была бы я, Константин. Приготовили сюрприз? Да, у меня сюрприз, к сожалению, сегодня не совсем тот, к которому я шла. Я хотела вам спеть, я очень люблю петь. О, давай. Но с пением у нас сегодня небольшой конфуз произошел. Я охрипла. Не в голосе. Просто не хочу вас расстраивать. Можно я прочту стих, единственное, что я заплачу. Курочка моя, конечно. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Вот бы мне так вот, так вот, раз, дублик. Я пока всех не перехрани, господи, прости, не вспомню весь ужас своей жизни. Нет, мне заплакать. Вот вы с Василисой на пару. Давайте. Можно это не снимать? Можно снимать и нужно, потому что я обожаю женщин, которые плачут. Вы забудьте, читайте от души. Пожалуйста, забудьте обо мне. Я вырвалась из замкнутого круга. В тебе, найдя любовника и друга и принца на серебряном коне, я вырвалась из круга. Я сама. Я сама утвердилась. Я устала. Возьми меня на ручки с пьедестала, гордыни, честолюбия, ума. Я слабости минуточку хочу. Я девочка. Я жалуюсь. Я плачу. Лежу в постели, свернута в калачик, и таяц, как снегурочка, учусь. Я сдам свои права, таким трудом добытые. Ты прав. И ты по праву. На всех моих врагов найдешь управу. И всех моих друзей запустишь в дом. Ты добрый. Ты высокий. Ты плечо. Ты два плеча. И твой спокойный запах уткнуться и не думать ни о чем. Уснуть в твоих больших мохнатых лапах. Ты сильный. Но о каменной стене молчу. Наелась. Хватит. Не желаю. Любить не обязую. Умоляю. Пожалуйста. Забудься обо мне. Спасибо, девочки. Забирайте свою подружку. Проходите в комнату. Она кому сделает сюрприз? Для кого? Для своей хорошей жизни? Дверь однозначно не закрыта. Константину не понравился сюрприз. Вероника и Владимир. Как вам? Невеста. Ушпак, магнитофону, посла медальон. Тортик сама не сделала. Из Мордовии. Дядечка на стуле. В шкафу. Если, конечно, Константин решит с ней какой-то вопрос, мы этого дядечку, конечно, отодвинем быстро. Но сам факт наличия его, ну, по опыту знаешь, что невозможно так взять все и обрезать. Все такие отношения. Поэтому я считаю, что тут надо глубоко подумать. Вероника? Ну, я, в общем, согласна с Владимиром. Абсолютно. Есть женщины, которые хронические любовницы. Они интуитивно ищут мужчин несвободных. Потому что внутренне они не готовы быть женами. И вот это стихотворение говорит о том, я кошечка, я калачиком, я слабая, ты меня люби, на ручках носи, я лялечка, я тара-та-та. Это возможно только отношения взрослый любовник и любовница. Я пришла на эту передачу лишь потому, что я хочу стать женой и не любовницей. И я никогда не считала себя любовницей. Семья, это же когда двое пашут, в общем-то, одинаково, да? Ну, не важно, кто там разгружает вагоны, а кто... Я не представляю, в 33 года, вот, ну, не вижу. И мужчины уже сегодня, надорвавшиеся, не хотят беспомощную лялечку, куколку, балетницу. Константин, вот, со мной согласен, понимаете? А домой ты приходишь, у тебя должен быть тыл. Сейчас так страшно вокруг. Поэтому ты дверь закрыла, и понимаешь, вот здесь вот мой сотоварищ, с которым еще можно поржать, поесть, попить, потом детей сделать с большим удовольствием, друзей принять, потом поехать отдохнуть, потом съездить к мамке, потом про эту мамку же, про любимую, посплетничать по дороге, опять же, поржать, понимаете? Это все вместе. Семья, это очень-очень сложная вообще конструкция. Сегодня, тем более, у Екатерины, мне кажется, она не готова к замужеству. Она как потерявшийся щенок. Причем, у нее все равно, кто ее подберет и кто пригреет. Нет, ну, так грубо я бы не стала. Нет, ну, не грубо. Почему? Ну, это вот такая вот женщина-любовница. У нас таки были в 50 лет. Рос. Ой, что, Рос, ты же, по сути, сказала. А я про другое. Вот, дорогие мужчины-то, имейте в виду, то есть то, что вам бы хотелось бы иметь в качестве жены, это уже не про вас. Ну, я имею в виду, вот, из хорошей семьи, детородной, они помоложе берут. И имеет право есть такие. Так вот она детородная, из хорошей семьи. А вот что осталось. Почему? Из хорошей семьи и детородной. 33, это для тебя 33, детородная. Для меня детородная, это 24. Детородная. И тут не знаешь, что лучше, ребенок был бы или мужик. Вот и выбирайте, что вам больше нравится, как говорится. 24, детородная. Ох, у тебя салют с этой программы. Просто ты, ну, невозможная становится. Прямо... Сама не хотела голову откусить, а я себе виновата. Вот когда он улыбается, приятный, да? Он очень хороший, когда улыбается. Насыпались на Екатерину и совершенно зря, на мой взгляд. Кто на нее насыпался? Ну... Беспочвенное обвинение. Причем все оголтело. Но единственное, что Константин не высказался. А ты, Ленин, ты прям вот точно знаешь, как все. Нет, я рассчитываю, что Константин отнесется более снисходительно. Екатерина на самом деле не такой вялый и мягкий человек, каким она предстала в стихах. Совершенно не вялая, не мягкая, жесткая. И не жесткая. Она легкая. Она просто никогда не хотела собой обременять мужчин, от которых она зависела. Зависела не материально, а душевно. К сожалению, у нее в гороскопе все показатели того, что она к мужчинам, ну, не то чтобы излишне привязывается, она начинает душевно зависеть. Да, я соглашусь с вами, что это особый строй психики, скажем так, такая зависимость. Но при этом она не является совершенно мягкой, беззащитной вот той девочкой, которой она хотела бы быть. Она и такой не является, я не сказала ни одной буквы, что она мягкая, беззащитная. Мягкая, беззащитная, жила бы сейчас у себя бы в... В футово. И при этом она не та самая лялечка, о которой ты говоришь. Она не лялечка, она хочет быть лялечкой. Василиса. Но она хочет замуж и может выйти замуж. Конечно хочет еще бы. Ты готова на него переключиться? Конечно. И полностью. Забыть все. Принять его ребенка, принять его семью. Это будет не так просто. Это будет не так просто, ты видишь, да? Я абсолютно уверена, что это не тип вечной любовницы, о котором ты упоминаешь. Совершенно не так. Да, женщины-водолейхи, свободолюбивые. Они иногда долго не выходят замуж, но вовсе не потому, что им нравится женатый мужчина. Между прочим, ее рисунок... А я попросила сегодня всех невест проявить свою творческую составляющую, активизировать правое полушарие, так сказать. И показать нам вот до конца свою искренность, потому что в словах она не всегда проявляется, которую хотел Константин. Ее рисунок выдает в ней много нежности, много готовности к постоянному общению с мужчиной, потому что много красного и желтого цвета. То есть она вовсе не та, которая просто ищет себе спонсора или человека, который будет содержать, и вовсе не та, которая хочет прикинуться вот той самой ляльчикой. Слово меня так и резануло, просто ужасно. Слушай, она стихи про это прочитала, Василиса. Она прочитала стихи. Хочу быть кошечкой, сюзечкой, бусечкой, на ручках носить. Ей до сих пор приходилось отношения со своей Венерой в козероге выстраивать не как страсть и не как чувство, а как какую-то череду постоянных шагов. А то, что есть. Совершенно верно. И хочется другого. Но разве невозможно это понять? Так нам понятно. Послушай, ей надо на программе почаще появляться, Василис. Совершенно просто говорим, как будто бы об одном и том же, но ты говоришь, что соль сладкая, а сахар соленый. Все очевидно, конечно. Да, кто спорит? Ты безжалостная. Ты просто безжалостная. Девочки, не ссорьтесь. Очень такой серьезный он мужчина, такой серьезный, пресерьезный. Очень материальный, мне кажется. Да. Не возьмешь его слезой. Проходите, знакомьтесь со второй невестой. Константин, меня зовут Ольга. И я искренне желаю, чтобы участие в передаче «Давай поженимся» изменило нашу жизнь. Спасибо, очень приятно. Мне. Ольга, 35 лет. Менеджер в агентстве недвижимости. Увлекается плаванием, изучает английский язык, любит ходить в рестораны и посещает тренинги по саморазвитию. Мечтает написать книгу о любви. Подслушав однажды телефонный разговор своего возлюбленного, Ольга несколько месяцев не находила себе места. Но в конечном итоге приняла решение уйти. Надеется, что Константин – честный мужчина. Ну вы красавица, просто невозможно. А что же за слова вы услышали по телефону, когда ваш возлюбленный разговаривал с кем-то? Что вас так насторожило? Ну, я просто услышала, что в момент его поездки в Америку ему позвонила другая женщина. Конечно же, он ей говорил о том, что ему неудобно разговаривать. Но в тот момент я просто почувствовала, что речь идет именно о том, что они летят вместе. Мне такой типаж не по нраву. Он чересчур сильный. Он такой феминистичный немного. Это женщина, которая все расставляет по своим местам. А вы в том, что усомнились в нем, ему высказали? Вы знаете, именно в тот момент у меня не было такой возможности сказать ему об этом. Почему? Потому что за ним уже приехало такси. Потому что этот звонок раздался в тот момент. Хорошо, а встать на пороге и сказать, что-то я не поняла. Ну, знаете как... Не, подожди, не-не-не, секундочку, подожди. Я сейчас, извини, меня услышала разговор по телефону. Вы с ним уже столько времени прожили. Конечно же. И мне показалось, не, короче, а там друзья уже сигналят, в дверь ломятся. Вы так ногу в дверь и говорите, не, давай все-таки довыясним. Пять минут ничего в нашей жизни не изменит. Давай рассказывай. Была немножечко такая ситуация, связанная с небольшим скандалом. Потому что его вещи, ну, не совсем традиционным образом покидали квартиру. Вот. Но выяснить, да, то есть почему раздался этот звонок, и что за женщина звонила, да. То есть он сказал, что, естественно, мне все показалось, и что я истеричка. Понятно. Ну, по-другому быть не может. В общем, он улетел в Америку. Да. Достойная соперница? Да, конечно. Достойная? Да. После того, как он съездил в Америку, мы поехали отдыхать в Прагу. А до этого он мне говорил о том, что, знаете, он бы хотел потанцевать танцы для взрослых в стиле свинг. Будем называть это так. Я в своей постели третьих лет не терплю. Да, совершенно верно. Ну, это грязь, понимаете. Это же вам никогда 21 год, и вы студентка, там, не знаю, в театральной академии. Я бы не простила, не позволила. Нет, это все, это ноги вытерли. Я, в общем-то, сказала свое категоричное нет на эту ситуацию, да. Ну, и все, да. То есть после этого, после моего отказа участвовать в этом. Все и началось. Все и началось, да. То есть, соответственно, после этого мы очень быстро разошлись. И, собственно говоря, он, в общем-то, выбрал женщину, да. Которая была, наверное, согласна на его непрестольное предложение. Да, они вместе отдыхали в Америке. И все, и мы разошлись. Вам нравится Константин? Да, Константин очень серьезный. А вы, судя по всему, нравитесь Константину. Ну, смотрите, сколько тепла в его лице. Ну, вы знаете, я на вас как-то вот с вами общалась. У вас нет еврейской крови? Нет. И детишек у вас нет? Нет, у меня нет детей. Наверное, может быть, одна из причин была, что Ольга его... Не удовлетворяла все его желания, и поэтому он решил реализовывать их на стороне. Вполне возможно. А у вас осталось два бонуса. Свидание наедине и семейная традиция. Свидание наедине. Ли есть. Екатерина хорошая подружка, ладненькая вся такая, да? Такая... У нее еще взгляд немножко испуганный. А у нее не линзы, нет? Плохое зрение? Ну, да. Ну, вот как это видно всегда? Видно? Да, потому что человек, у которого плохое зрение, он такой трогательный, он такой беззащитный. Вот у меня плохое зрение, Ларис. Скажите, пожалуйста, а вот у вас поставлена точка в отношениях с той женщиной, от которой у вас ребенок? Что имеется в виду под точкой? Я имею в виду, что вы уверены в том, что вы не выберете ее в качестве женщины, которая сопровождала вас всю жизнь? Нет, выбор уже сделан в обратном направлении. Вот точка в взаимоотношениях, так ставить вопрос нельзя, а на мать моего ребенка. Да, да. И наши отношения очень хорошие. С матерью ребенка. Нет. Потому что я очень не люблю, когда люди врут. Я чувствую просто броню кожей. И, в общем-то... Ну, сейчас что чувствует в вашей коже? На сейчас вы очень приятные, я чувствую с вами себя очень спокойно. И у вас очень красивые глаза. А чего до 35 детей не было? Ну, так сложилась жизнь. Ничего себе сложилось. Ну, были жанны, но... Ответственная, потому что безответственная женщина рожает без мушей. Да ладно! Рожает от любовников, лишь бы было повесить на кого-то. А человек ответственный, включал голову и понимал, что ее ребенок, кроме нее самой, никому не нужен, а ей не справится. И ей не справится. А чуть не справится, она каким большим начальником работала. Ну, а с кем бы тогда был ребенок? А если бы она родила ребенка без мужа или от любовника, Роас? Ты бы сказала, а что рожала-то? Рос, потом да каким большим начальником? Руководитель управляющей компании, это что-то вроде директор ЖЭКа. И что, директор ЖЭКа? Только называется. Ну, только называется. Красиво. Хорошая. Директор ЖЭКа. Хорошая, серьезная специальность. Я бы тоже директором ЖЭКа пошла. У тебя возьмут... Дорогие люди, если вы сейчас видите нашу программу, возьмите розу в ЖЭК. У вас все будет работать. Экраны, батарейки, паспортное сло. Возьмите ее, пожалуйста. Куколка моя. Давай сюрприз. Помада «Красивая смерть» сдадите накрасить. Константин, я вас приглашаю. Давай, давайте. Луна, очень яркая, эффектная, сильная. Огоненная. Даже макияж. Видение. Константин, все мои друзья очень счастливы в семейной жизни. Потому что в определенный момент они сдали свой главный экзамен по знанию знаков дорожного движения семейной жизни. И только в передаче «Давай поженимся» вам предоставлена уникальная возможность сдать данный экзамен экстерном. Я вас попрошу внимания на экран. О чем вам говорит этот знак? Холод. Холод. Хорошо, следующий знак. Будьте добры. А вот этот знак о чем-нибудь вам говорит? Налево нельзя ходить. Не подсказывает. Запрещен поворот налево, да. Да, ну это о чем говорит? Что нельзя ходить налево. Следующий знак. Это кемпинг. В больнице. Кемпинг, хорошо. Следующий знак. Ну не волнуйтесь, что это значит, как вы думаете? Деточки. Деточки, отлично. Следующий знак. Ну, Константин. Любовь, два любящих сердца. Итак, мы должны всегда закрывать на недостатки друг друга. Разумеется, не ходить налево. Соблазнять друг друга в постельном режиме. Обязательно стать родителями. Любить и уважать друг друга. Какая умница. И еще я вам в торжественной обстановке вручаю удостоверение. На машине. Главное семейного водителя. Спасибо. Вы очаровательные просто украли наше сердце. Давай поженимся вашим мобильным. Советы от наших экспертов по телефону 0736 в любое время. Пока реклама. Владимир, улыбаетесь. Понравилась она мне. Понравилась мне это уже. Кельт. Самый натуральный. Кельтская девушка. Да. Зеленая, рыжая. Красавица. Просто нереальная красавица. Я не знаю, как сердце жениха, но сердце Ларисы ты покорила. Нереальной красавице я не могу сказать или согласиться с вами. Мне сюрприз понравился. То есть как-то так вот. То есть вы не согласны, что она красавица? Ну, на вкус и цвет фломастеры. Разные. А вам какие нравятся? Ну, а я при чем? Какая раньше? Нет, как. Ну, вы засеяли. Мне нравится. Бросьте так зернышко в сердце сметенное братика своего. А мне помню, как она красавица. Нет, ну, приятная девочка, приятная манера поведения. Ну, красавица. Ну, хорошо. Италон. Давайте из ныне живущих или неживущих известно. Ларис, вы для меня красавица. Ой, да ладно, БУ. А почему? Да, спасибо. Ну, да я уже пожилая женщина. Хорошо, сто лет в обед. Кость. Она достаточно внешне интересна. Она мне понравилась. Вот ее модель, которую она выстроила в форме сюрприза, я это воспринимаю как навязывание мне ее правил. Он набуган. Оля, а если он зайдет, ты готова с ним выйти? Меня терзают уже смутные сомнения. Какой из этих знаков вас возмутил? Нет, он про другое говорит. Не надо обсуждать всем известные постулаты. Это не так ясно. Ну, Кость, ну ладно, какой против... Какой против... Ну, смотри, ну да, она не столько наивная. И что же здесь такого? Нет, она не столь наивная, она хороший манипулятор. Это вот, знаешь, про что говорит? Это я тут в интернете увидела. Там жена кричит мужу. Там, что смотришь? Он говорит, первый канал. Что там идет? Давай поженимся. Что? Давай поженимся. Что? Давай поженимся. Я согласна. Понимаешь? Вот он так не успеет. Это уже будет. Давай поженимся. Вот про что. Боится скоро она такая. Константин. Да нет, это как творчество. Поверьте. Но она прямо сахар-мед. Торт, пирожное, варенье, печенье. Женьем фотка. Фу на вас. Я думаю, что он огорчился, потому что он не угадал ответственный вопрос. Может быть, он просто не готов жениться? Да, кстати. Как вариант? Меня немножко расстроила ее психографика. Ты же говорила, что красное и желтое. Красное и желтое, да. Но только красного и столько желтого. И полностью отсутствуют цвета Юпитера и Сатурна. Это значит, что она хотела бы мужчину очень сильно. Здесь много белого и детей она хотела бы очень сильно. Сейчас она готова. Но социальные планеты Юпитера и Сатурн говорят о готовности именно к браку, к формальным формам отношений. Поэтому очень хотелось бы ей все-таки дорисовать чего-то здесь еще. То есть она хочет отношений, хочет мужчину, но внутренне она сейчас пока не так стремится замуж. Хочется, видимо, как-то компенсировать те предыдущие отношения. Но если вы мужчина серьезный, вы же можете предложить ей замуж, что сразу, почему нет? Знакомьтесь с третьей юристой. Проходите. Добрый день. Очень рада нашей встрече. Надеюсь, она не случайно принесет море положительных эмоций. Спасибо. Елена, 31 год. Владелица косметической компании. Увлекается ароматерапией и ведической культурой. Предупреждает, что она не сторонница гражданских браков. Елена нашла своего возлюбленного в капусте. Но эта находка не принесла ей ничего, кроме разочарований. Надеется, что Константин поможет ей стать счастливой. Здравствуйте. Очень вам рада. Извините, что я тоже, видите, раскрашиваю. Мне разрешила. Действительно увлекательное занятие. Я очень давно хотела разрисовать мандалу. И вот сегодня как раз две мечты сбылись. В бутылочках что? В бутылочках, да, это как раз вам подарок. Это мой абсолютно натуральный крем. Вы сами делаете? Да, это мой рецепт. Красивая очень девочка, да? Очень такая радостная. Жизнь радостная. Глазки у нее горят. Леночка, вот я всегда думала, что детей находят в капусте. А как это вы там мужа вдруг разыскали? На самом деле я поехала работать в Англию. Тогда были популярны стажировки. И я поехала как раз таки на ферму с супервайзером. Там, собственно, и познакомилась в Великобритании. То есть он у меня британец. Мой бывший молодой человек. И что, прямо любовь-любовь? Первые четыре года мы с ним дружили, переписывались. Катя, 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 Катя. Как можно четыре года строить отношения с мужчиной по переписке? Я не знаю. Мне кажется, что это невозможно. После у нас начались уже более близкие отношения. И я поняла, что... Я, наверное, перелюбила. То есть очень долго ждала от него предложения. В целом 10 лет мы вместе. Ужас. Да, уже там любится и перелюбливается, как говорится. Так, блин, я тут за рисунком подружку волосы распустила по плечам. Как подружку зовут? Кристина, небось? Да. Кристина, Даша, Полина, Аня. Знала ведь, что идете подружку сватать? Что это вы там себе накрутили? Мозглевые волосы откачают? Ну, я здесь живу. Замужем? Да, я приехала с Прибалтики. Замужем, говорю, Кристина? Нет. Вот дают. Елена, зачем вам это надо было? Вы такая скромная, хорошенькая. А вот такой типаж, наверное, нравится? Такой нравится всем, Рост. Во! И при том не замужем. А я тут себе сижу, это раскрасит сам. Прямо увлеклась. Послушайте. Молодец, у тебя хорошо получается. Небрежно, правда, немножко, но красиво. Вам нравится, Кристиночка, такой тип мужчин, как на жених? Ну, нужно пообщаться, я так не могу сразу ответить. Ну, вот это вот принцип, типа, не уведи парня у своей подруги. Не, у меня с этим строго, я не смотрю. А вы чем занимаетесь? Я? Я работаю в ботике. Правильно. Хорошенько. А волосы свои? Конечно. Какая прелесть. Константин, вы сколько разорваться, да? Вы сколько разорваться? А сколько вам лет, Кристиночка? Мне 24. О, и возраст, опять же, любимый всех мужчин. Детей нет? Нет. Вот, 24, прекрасный возраст. Константин, не поддавайтесь, это провокация, может быть. Они пытаются просто отвлечь вас от Елены. Я догадался. Именно, молодая жена, да, подружки красивые. Молодые, красивые. Занюшим, говорю, Кристина. Как мы. У вас остался один бонус. Семейная традиция. Семейная традиция. Мы с мамой и с бабушкой ходим собирать травы. В принципе, мама нас никогда не лечила таблетками. Поэтому сегодня хочу вас угостить. Убиранием чаем. Да, ну она будет сюда приезжать раз в полгода с травами, с чаем. Поедет Константина, уезжать. Он в этот момент будет строить отношения с той женщиной, от которой у него ребенок. И все будет замечательно. Я всю дорогу, вместо того, чтобы смотреть вам глаза в глаза, раскрашивала. Мне хочется узнать про себя. Это самый оригинальный зиндудл, который я видела за последнее время. Вот обычно яркость цветов говорит о том, чего человеку не хватает. У тебя фактически все залито розовым цветом с желтым. Большая часть рисунка. Это цвета Венеры и Солнца. Вообще это творческие цвета. Тебе, на мой взгляд, не хватает либо каких-то картин новых, либо спектаклей. Тебе внутренне ты прямо нуждаешься в том, чтобы сейчас что-то происходило. И одновременно розовое это еще и чувствительность и переживание. Тебе нужно, чтобы это были не просто проекты, в которых ты могла бы сама выразить. Тебе нужно куда-то выплеснуться эмоционально. Тебе нужны, на самом деле, ласки и нежности. Ты ждешь этого от жизни. Спасибо. А у Елены получилась тоже достаточно красивая, гармоничная картинка с акцентом на Венеру земную. Хочется любви земной. Вам хочется тоже, мужчина, хочется, чтобы кто-то обогревал, кто-то был рядом. И очень хочется, чтобы она была постоянной, эта любовь, потому что много элементов Юпитера присутствует рядом. Спасибо. Все, кончится сюрприз. Пройдемте вместе. Я думаю, что либо ты, либо один. Думаешь, один? Да, с сестру и с другом. Сегодня у нас сюрприз. Это мой по собственному рецепту изготовленный крем для лица. И я хотела бы, чтобы вы сами выбрали еще один компонент, который дополнит основную композицию. Ощутите запах и как он вам. У тебя аллергии нет? Нет. А ты сейчас помажешь. Можно будет выбрать одно из двух. Мы пробуем эфирное масло сосны и эфирное масло левзей. И они оба подходят, но какое-то сейчас по настроению должно подойти больше. Вот это. Левзей, да? На самом деле, это масло говорит о том, что человек достаточно легкий, романтичный внутри. Давайте сейчас попробуем, что у нас получилось. Это очень легкий крем, который вы можете наносить после бритья. Либо просто увлажнять кожу. Видишь, Константину нравится все нюхать. Видишь, балдеет, ему нравится. Ну, по его лицу не скажешь, что он балдеет. Спасибо большое, девочки. Замечательная подружка. Вероника и Владимир, что скажете? Съешь березовые коры и сбодришься до поры. Но, на самом деле, меня очень удивило то, что девушка 10 лет за британцем бегала. Я-то понял, почему она хотела стать британской подданной. Так, сейчас меня поднимутся, под ногу. Девочка понравилась, живая такая, довольно искренняя. Ну, вот от нее вот вид чем-то таким вот, настоящим. Не верю я ей. Константин? Ну, я о своем успехе говорю. Понравилась она или Кристина? Подружка. Кристина не замужем. Кристине 25 лет. 24 года. У нас были такие претенденты. Приходили за одними, уходили с другими. У нас здесь все. Вот все по любви. Никто никому и ничем не обязан. Нет, ну, Кристину мы все-таки обсуждать не будем. Что касается, ну, непосредственно невесты. Миленькая, неплохая девочка. И на этом, наверное, стоп. Как тебе Василиса? На мой взгляд, она достойная кандидатка в жены, потому что у нее в гороскопе пересекаются, в принципе, самые важные женские качества. Это земля и вода. То есть она и достаточно душевна, и хозяйственна. Мне кажется, он вторую девушку, она ему как-то визуально очень вписывает. Визуально, да. И она готова уже следовать тому, что он хочет. Нет, ему нужна такая... Ну, вы пока посовещаетесь, да, и мы тоже посоветуемся. Давай совещаться. Ну, какие будут мнения тут? Ну, я считаю, что... Мне, например, номер два девушка. Шотландка. Вы давите за бананом, что ли? Рыжая. Ужас. В зеленом плане. Нет, она нормальная, у нее кельтский нос, как это говорят. А можно его подрежать? Нет, его не подрежь, нет. Она, мне кажется... Слушай, она вульгарна до крайности. Я не вульгарна. Очень вульгарная. Мне кажется, она... Зеленая. ...подходящий вариант, но... Зеленое платье. Она... ...второй сапог нашей паре. Вульгарная, кажется, дико. На самом деле. Самая искренняя, вот эта вот последняя. Ну, она простенькая. Наоборот, она неискренняя. Мне кажется, она тут столько наворотила. Что-то 10 лет ходить за британсом. Ну и что? Ну, хотела за него выйти замуж. А что это было? Ей уехать на конец родины. А что она сразу его взять, как за жабры, не взяла? Ну, нет у нее хватки взять его, за жабры сразу. Знаешь, сестра, это очень важная роль играть в жизни. Но выбирать Константина... Выбор сделали? Да, я сделал выбор, да. Роза? Я вот всегда напоминаю, что у брака и любви различные стремления. Брак ищет выгоды, любовь, расположение. Поэтому мы сейчас здесь, прошу, будем говорить про любовь или про брак? Мы говорим про любовь. Ага. Ну, про любовь тогда к Леночке. Она еще молодая, ей еще можно мозги пудрить и так далее и тому подобное. А готова для вас, для брака Екатерина, если бы вы ее историю не знали бы, не вытащили бы, она, как Зоя Космедемянская, никогда бы не призналась бы. Вот это уже готовый ваш формат, женщины. Если он зайдет к тебе в комнату, ты будешь этому рада, если он тебя выберет? С вами должна быть женщина яркая, четкая, точно уже сориентирована по этой жизни. Потому что вы немножечко так будете растекаться, слушать маму, сестру, друга. Она должна будет у вас в кроватке, говорит, нет, миленький, пойдем спать, я тебе сейчас все расскажу, как должно быть на самом деле. Олечка, она такая прелестница. И она не будет против ни вашего ребенка, ни ваших денег. Она в результате сделает все равно так, как ей хочется. Но для вас это будет не болезненно и незаметно. Но она яркая. Конечно, вам нужна барышня яркая. Зачем вам сидеть за столом и смотреть на чужих жен? Ну зачем? А вы сами с такой красоткой придете. Все будут вам завидовать. Мне кажется, для вас это важно. А еще мне очень интересно, кого все-таки посоветует Василиса. Интересно, да. Конечно, для вас соблазнителен типаж Ольги. Потому что та самая яркость, о которой говорили, потому что в ней много энергичности. Она говорила довольно уверенно в себе, то есть источала эту энергию. Поэтому действительно она захватила ваше внимание. На текущем этапе я бы рекомендовала все-таки Екатерину. Потому что она, женщина воздушная, это тот образ, с которым вам легко начинать общаться. Пускай даже она не произвела на вас какого-то экспрессивного впечатления. И пускай вы не обольстились сразу. Советую рассмотреть Екатерину. Екатерина. Я думаю, что вы решили, куда пойдете. В любом случае, мы вас поддержим. Проходите, пожалуйста. Муж начал пить, я от него родила ребенка. Когда он начал меня бить, я родила второго ребенка. Возьмешь меня к тебе? Нет, она после секса, как мужик, отворачивалась к стенке и засыпала. Как я. Пашешься так, блядь. Я предлагаю всем выйти и поддержать Константина. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Кульска, привет. Я пришел за тобой. Ты мне очень симпатична. Я надеюсь, что у нас все получится. Я очень рада. И тоже надеюсь на это. У нас есть пара Константина и Ольга. Если вы одиноки или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай позвонимся. Удачи. Рада за вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова